Здравствуйте, уважаемые владельцы наших питомцев, ваших наших пациентов. Я, честно говоря, в своей практике очень часто использую такую комбинацию слов, когда меня спрашивают владельцы, что делать. Я смотрю видео, например, исследование какое-то, КТ, МРТ. И результатом этого случая у меня появляется единственная рекомендация. Это любить, кормить и гулять. Или еще любить, кормить и играть. То есть заниматься, развивать того или иного пациента. Я очень часто такую формулировку использую. И знаете, что я заметил? Я заметил, что очень многие владельцы не могут то ли понять, то ли осознать эту формулировку. Хотя мне кажется, она простая. Любить, кормить, играть, гулять. Но это, мне кажется, очень просто. И я до сих пор не могу понять, почему такая достаточно простая рекомендация иногда в стыки воспринимается. Иногда даже с некоторой агрессией. И я вот хочу вам просто для примера показать как раз такой похожий случай. Ну вот, значит, у нас есть письмо. Но здесь смысл в чем? У собаки была черепно-мозговая травма. Нет, к сожалению. В первую очередь было сначала прислано МРТ исследование. Не было никакого описания. Я попросил, собственно говоря, это описание. Мне написали, что когда собака возбуждена, у него плохо работает передняя левая лапа. Иногда есть наклон головы вправо. Вот. И трясется голова. Что говорит о симптомах поражения мозжечка. К сожалению, видео не было. Я отвечаю, что у собаки, видимо, был поражен мозжечок. Да, оказывается, что да, была травма. Вот. Дальше было какое-то лечение, восстановление. И вот спрашивают, какие рекомендации. Я отвечаю очень точно, четко и однозначно. Там нет участка головного мозга. Надо любить, кормить и играть. И что я получаю в результате? Какой я ответ? Вопрос дальнейший. Какая-то поддерживающая терапия. Я же уже ответил, что надо делать. Три слова, всего-навсего. То есть, вот все, что надо делать. Вот. Будет ли динамика, не будет ли динамика. Такие странные вопросы. Вот. Прошу. Что значит поддерживающая? Дальше вопрос. Профилактика может быть. Но профилактика черепно-мозговой травмы является только не попадание в, собственно говоря, в эту ситуацию. Ну, у профилактики нет, у травмы нет никакой. Вот. Какой-то человек сказал, что собаку надо усыпить. Я пишу, что профилактика – это вакцинация, а профилактика травмы – это отсутствие травмирования, собственно говоря. Вот. На это я получаю очень странный ответ. о том, что очень странный, что человек пишет, что какая-то игра слов, он ничего не понимает, и так далее, и так далее. Вот. Буквально пишет, что крестик, кроме словесной. Почему? Потому что нет части мозга. Вот и все. То есть, в результате травмы утратилась часть головного мозга. Это очень видно, очень хорошо видно на МРТ. То есть, утратилась часть мозжечка. Если утратилась часть мозжечка, то ее нет физически. Просто физически ее, она отсутствует. Значит, соответственно, не может выполнять ту функцию, которую она должна выполнять. Что, в чем проблема? Напишите мне в комментариях, пожалуйста, к этому видео. Я хочу, вот реально очень хочу знать, почему простая рекомендация, да, после просмотра, вот, данного, например, МРТ-исследования, да, с последствиями черепно-мозговой травмы у человека вызывает такую агрессию. Да, то есть, почему человек, которому сказано, что у вашей собаки в результате травмы, да, разрушилась часть мозга, то есть, нет части мозга, поэтому симптомы, они есть. А как, собственно говоря, жить такой собаке? Она умрет? Нет. Она будет жить всю свою жизнь. А что сделать, чтобы она жила лучше? Да, все просто. Любить, кормить и гулять. Потому что, когда ты любишь, кормишь, общаешься с собакой, ее центральная нервная система адаптируется, да, то есть, ты обучаешь ее нервную систему, нервную систему этой конкретной собаки, этой вот конкретной этой собаки, жить в новых условиях. Поэтому гулять, вот и все. Все легко, просто, очевидно, элементарно. То есть, если в результате черепно-мозговой травмы была утрачена часть нервной системы, у того или иной собаки, или у той или иной кошки, то все, что можно сделать, это научить нервную систему жить и работать по-другому. Все. Больше сделать нельзя ничего. Я понимаю, что большинство владельцев хотят получить чудодейственный препарат. У нас сейчас будут клинические случаи, там будет похожая ситуация, да, только тоже собака, и ей там миксидол давали, ну, всякую фигню очередную делали, да. То есть, я понимаю, что человек ориентирован средствами массовой информации на использование церебролизинов, эксоксерилов, миксидолов, гомовитов, там, и всякой-всякой-всякой-всякой-всякой-всякой-всящиной, витаминами, вот. Но у меня не стоит задача быть перед вами хорошим доктором в вашем воображении. Перед мной стоит четкая задача помочь пациенту. А вот этому конкретному пациенту можно помочь только вот этими вещами. Любить, кормить, гулять. Реабилитолог вам может посоветовать, как это делать лучше. Ну, какие упражнения делать и так далее, как научить нервную систему существовать и работать в более лучшем, скажем так, состоянии. Вот и все. Поэтому любить, кормить, гулять – это очень хорошая рекомендация. Если вы не можете ее понять, потратите перед тем, как написать мне вот такой ответ, да, потратите день, два, три, пять, десять на обдумывание этих слов, да, задайте дополнительный вопрос, а как это делать? И тогда вы получите рекомендацию. Получите рекомендацию, например, обратиться к реабилитологу. Я обычно рекомендую нашего реабилитолога Шиш-Кристину Альцгердовну, да, вот. Сейчас покажу ее даже вот. И она вам сможет посоветовать, как вот ее страница ВКонтакте, как это делать лучше. Но для этого вы должны сначала осознать вот эти три простые рекомендации. И тогда очень много пациентов не будут колоты, не пойми чем, не пойми для чего, и будет появляться реальный прогресс. Поэтому до свидания, до новых встреч. Смотрите дальше наши эфиры. Там будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин